Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Россия, как известно, душа щедрая. Для хороших людей она мать родная, а для плохих – теща. На государственном уровне у нас давно реализована практика, когда привечают всех желающих работать, создавать рабочие места и платить налоги. Многие ранее годами работавшие компании и бренды срочно засобирались на выход. Кто-то добровольно, по убеждениям, кто-то по принуждению. Благо, ни Вашингтон, ни Брюссель, ни Лондон не стесняются душить непослушных вольнодумцев. Некоторые ушли по-настоящему, многие имитировали горячее желание, упорно топчась на пороги и украдкой пересчитывая получаемые прибыли. На сегодня условно последней крупной компанией, окончательно свернувшей свою деятельность в России, стала финская Меца Групп. Как объявили новые владельцы, группа компаний «Вологодские лесопромышленники», они приобрели четыре финские дочки в Ленинградской области, а именно компании Меца Свиль, Меца Форест Санкт-Петербург. Новость хорошая даже на первый взгляд, ибо в Алакжане уже заявили, что готовы принять на работу всех старых сотрудников и вновь запустить в работу завод, демонстративно остановленный финами. Ни сумма, ни прочие условия сделки не разглашаются, но, зная реалии ухода многих предыдущих компаний, а также учитывая, что Меца больше двух лет искала покупателя, можно предположить, что финны либо продали свои российские дочки с изрядным убытком, либо оставили себе лазейку для тихого возвращения. Именно так ранее сделали уже многие беглецы из числа трансграничного бизнеса. Короткая справка, чтобы не казалось, что мы обсуждаем закрытие палатки с шаурмой. Меца Групп существует почти 80 лет, на ее пилорамах и проклеечных станках трудится более 9000 рабочих, что, конечно, не сравнить с численностью персонала на сталилитейных комбинатах. Но в условиях современной автоматизации труда тоже весьма немало. Компания выпускает широкий спектр продукции, куда входят туалетная и кулинарная бумага, бумажные полотенца, изделия картонные и из целлюлозы, пиломатериалы, фанера, геотекстиль и многое другое. Последняя опубликованная финансовая отчетность свидетельствует, что совокупная выручка Меца составила более 6 миллиардов евро. Затем был закрыт завод Меца Свири и были прекращены закупки лесоматериалов для заводов компаний в Финляндии и Швеции. Как гласит старинная финская пословица, каждый сам кузнец своего счастья. Или не кузнец, тут уж кому как повезло. Списки компаний, покинувших гостепримные российские берега, теперь пополняются не очень часто, так как основной поток уже схлынул. Зато регулярно обновляются цифры их финансовых потерь. Попутно в прессу просачиваются размеры прибыли, сохранивших присутствие в России, что особенно обидно для отчаливших. По состоянию на конец прошлого года крупнейшие убытки от прекращения деятельности в нашей стране заявили голландский телекоммуникационный гигант Вион почти 4 миллиарда, французские автопроизводители из Рено Групп 2 – 5 миллиарда. Сеть американских харчевин, Мстоналдс и швейцарский нефтетрейдер Глинцори недосчитались по 1-2 миллиарда. Итальянские нефтяники из Янел, немецкие тяжелые машиностроители из Сименс, британские торговцы табаком из Бритиша Мэрикан Табэка и японские автопромышленники Ниссан похудели от полумиллиарда до 800 миллионов на брата. Британская топливная Шелл и американская нефтесервисная Бейкер Хукхиз до полумиллиарда немного не дотянули, но тоже не ушли обделенными. Ну и так далее. Список длинный и интересующиеся могут сами легко найти по прочим бизнес-уклонистам. Львиная доля сделок по передаче своего отлаженного бизнеса с различной степенью прибыльности проведена в закрытом режиме, не разглашаются ни суммы, ни условия. Но кулуарно курсируют упорные слухи, что очень многие, если не большинство зарубежные компании продали свои доли, передали производственные мощности гораздо ниже рыночной цены. Кто поумнее и с более гибкой деловой спиной, те продали доли либо своим же дочкам, либо третьим лицам, но с обязательной оговоркой. Что в течение определенного срока обычно это 5-7 лет они могут выкупить все обратно по той же стоимости. Более заторможенные отдают тоже с 2-х и 3-х кратным дисконтом, но уже окончательно. Финляндия, посмотрев на закрытые магазины и опустевшие поселки, хочет открыть границу с Россией. Но надо ли это Москве? Жили себе финны, не тужили, торговали с Россией, ездили в гости к русским, чтобы напиться водки, залить в баки своих авто дешевого русского бензина. Лес у Москвы дешевый покупали, а после переработки нам продавали деревянную продукцию, но уже по более высокой цене. Мы к ним ездили за покупками, недвижимость наши соотечественники у финнов покупали. Одним словом, всем было хорошо, пока гегемон из-за океана не решил, что пора это благоденствие прекращать. Обещаниями гораздо лучше жизни США принудили Финляндию вступить в НАТО. Тут-то и начались проблемы у безвольных финнов. При граничных с Россией населенных пунктах закрылись магазины и перерабатывающие предприятия, поселки опустили, плюс средневековая чесотка одолела бедных финнов. Правительство Суоми, идя на поводу у Вашингтона, закрыло все пограничные пункты пропуска с Россией. Ни один полезный и нужный товар не проскочит в страну. И стали финны смотреть, как медленно, но уверенная экономика их страны катится в пропасть. Увидев, во что превращается некогда процветающее государство, руководство республики, наконец, пришло в себя, словно после ушата. Поняли чиновники, что политика приведет только к краху экономики Суоми. Хотя не столько чиновники поняли, сколько народу надоело бедственное существование, и стал он возмущаться, требуя открытия границ. В итоге 21 мая в финский парламент быстренько внесли проект закона, который, в случае его принятия, разрешит открыть пограничные пропускные пункты с РФ. Тут же глава финского правительства Питерий Арпа, дабы сохранить лицо, заявил, мол, Финляндия может открыть границу, но только если российская сторона начнет нормально работать. Вот такое одолжение и одновременно условия он нам делает, как будто это России больше надо, чем им. У нас магазины на границе с Финляндией, как работали, так и работают, полки забиты продуктами и товарами, народ не бунтует. Кому это открытие больше надо? Финляндии или России? Еще недавно финны с восторженными криками кинулись строить забор с колючкой у нашей границы. Премьер-министр Арпа доложил Урсуле фон Дерляен, что все дружеские связи с Москвой разорваны. И вдруг сами начали разговор об открытиках. А что так? Часотка замучила или дрова для растопки печи закончились? Или растущая безработица достала? В общем, видимо, финские власти под давлением общественности поняли, к чему привела страну их политика и к чему еще может привести и решили пойти на попятную. Скорее всего, в ближайшее время несколько их могут открыться. Но здесь встает другой вопрос. А нам это надо? Мы что, каждый раз, когда они будут открывать, закрывать и снова открывать границу, будем мило и радостно улыбаться? Открытие им больше нужно, чтобы наш товар пошел в их магазины. Наш товар и так хорошо идет на азиатских рынках. Так что если открывать границу, то с выгодой для себя и с огромными просьбами и извинениями с их стороны. Друзья, высказывайтесь в комментариях, ставьте лайк, чтобы видео увидело как можно больше зрителей и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых интересных видео. Волосы встают дыбом при чтении новостей из Великобритании. Тысячи людей ежегодно умирают там от отсутствия нормального отопления. А теперь государство собирается еще и начать принудительно отключать электротопительные приборы ради борьбы с неизбежными в зеленой энергетике дефицитами. Правительство Великобритании рассматривает возможность предоставления энергетическим сетям возможности отключать энергоснабжение в домах без предупреждения или компенсации пострадавшим. Официальные лица предложили ряд модификаций в кодекс умной энергетики, которые, похоже, будут приняты к весне. К ним относится предоставление операторам сетей право решать, когда они считают, что энергосистема находится в аварийном состоянии, и возможность отключать часто используемые электрические устройства, такие как зарядные устройства для электромобилей и системы центрального отопления в британских домах. Согласно планам, во всех домах необходимо будет установить умные счетчики третьего поколения, чтобы включить функцию, позволяющую счетчикам в доме получать и выполнять приказы, отданные энергосетями. Это кардинально изменит роль умных счетчиков, которые в настоящее время могут отправлять только данные об использовании энергии. Если эти модификации закона будут приняты без возражений, это будет означать, что владельцы электромобилей смогут подключиться к сети в конце дня и проснуться без достаточного заряда для поездки на следующее утро. Жителю цивилизованной страны, то есть России, нужно объяснить, что подразумевается под аварийным состоянием энергосистемы. Во имя счастья спонсоров девочки Греты – обогащение инвесторов в зеленой компании. А также для того, чтобы тупые хипстеры и курицы всех полов, они же избиратели, радовались социальному одобрению и тому, как активно идет борьба с нефтью.